Друзья, всем привет! Вчера вечером я приехал в город Мерсен. Он находится в восточной части Турции. Это большой город, миллионник, население больше миллиона человек. Рядом с городом тоже тут маленькие деревеньки, городочки курортные, много разных отелей. Решил начать знакомство с этим городом. Здесь на западной части набережной есть древний город, древняя достопримечательность, называется Помпея Полис. Ее построили римляне, генерал Помпей ее построил и, в общем, в свою честь так и назвал. Путешественники или вообще гости этого города, Помпея Полиса, они приходили с моря. И вот можете себе представить, там, 2000 лет назад их встречали здесь такие колонны, такая широкая, широкий такой проспект и, естественно, это все сразу оговорило о величии. Здесь сейчас по краям там капусту выращивают, баклажаны, причем просто на дороге, на пляже оливки выращивают. Очень красивая каменная резка здесь. Они огородили какую-то часть и вот древние руины просто так там сейчас валяются на земле. В то время здесь было 200 колонн таких, 200 по обеим сторонам, 10 метров вот так. Сейчас всего лишь 40 осталось. В V веке оно было разрушено, этот город с землетрясением. И до этого здесь были пираты, в общем, они терроризировали здесь местных жителей и пришли римляне. Короче говоря, пиратов выгнали, город построили, проспект построили. В V веке землетрясение его сломало. Если вкратце, то так. Вот обратите внимание, что если вы захотите сломать или еще что-то, 5 лет, 2 года тюрьмы мы, и там еще 5000 дней тоже штрафы. В общем, мало не покажется тем, кто захочет здесь что-то сломать, разрушить. Вообще по всей Турции это закон такой. Вот видите, здесь такие шезлонги есть повсюду в Турции. То есть вы можете приехать и насладиться видами непосредственно уже с удобствами. Здесь живет около 2 миллионов людей на данный момент. Очень много людей с Сирии, с Ирана, с Ирака, вот с этих со всех. Я сейчас видел машины с иракскими номерами и так далее. То есть здесь уже совсем чуть-чуть и уже граница с этими со всеми странами. Я встретил сейчас русскоговорящих людей из Санкт-Петербурга. Они приехали, здесь уже все на пенсию. То есть их не устраивает климат в Санкт-Петербурге, что там мало солнца. И ну вообще они решили в общем купить здесь квартиру. Они сказали, что здесь цены на квартиры намного-намного ниже, чем в Анталии, в Аланье, в тех курортных городах на западе отсюда. И в общем они решили здесь купить. И говорят, много с Казахстана людей покупают здесь квартиры. Многие с России тоже покупают. Вообще приезжают и покупают. Ну честно говоря, я не знаю. Лично для меня это загадка. Какой смысл это делать, если можно снимать в аренду. Захотели здесь пожили, захотели там пожили. Если у вас будет квартира, вы уже будете к этому месту привязаны. Деньги всегда можно инвестировать. К примеру, в ценные бумаги, которые занимаются недвижимостью. И это будет намного ликвиднее. Потому что если будет какой-то стресс, какая-то рецессия, то естественно недвижимость как в 2008 году будет продать очень тяжело. Здесь еще есть всякие разные, естественно, крепости, пещеры. Потому что город большой. И вообще Мерсена это такая провинция. Буквально метров 200-300. И сразу начинается эта набережная. Набережная очень большая. Лавочек много. Освещение хорошее. Пальмы, зелень. Конечно люди, которые приезжают с зимы, там с Питера, с России, с Казахстана. Естественно их вот это все подкупает. Что здесь так все культурно, так сервис такой хороший. И гулять можно возле моря. Естественно, что еще надо взрослым людям. Поэтому они здесь квартиры себе и покупают. Я сейчас специально поехал по этой набережной, чтобы показать вам ее. Вот здесь вот разделительная полоса. Здесь растут апельсины, цветочки всякие разные. И так далее и тому подобное. С правой стороны иногда тоже можно увидеть. Вот растут прям апельсины, они падают на пол. И местные жители прям на мопедах останавливаются. Уже спелые апельсинчики собирают. Хорошо, что есть машина. И вообще очень удобно, что есть машина. Любые, любые вопросы, любые можно решать. Мобильность это вообще прекрасно. Связь и машина это в самую первую очередь. Вы можете не иметь гостиницы, можете не иметь отеля. У меня даже был один раз такой. Я ехал по Франции. И я что-то там, в общем, задумался. И, как всегда, забегался, засмотрелся. И в какой-то момент я понял. У них там же рано все закрывается. И в какой-то момент я понял, что мне нужно забронировать отель. А я уже отель не успеваю забронировать. И ничего в радиусе 50 или 100 километров нет. И ничего не работает. Никуда нельзя позвонить. И я просто взял и, в общем, переночевал в машине спокойно. И поехал дальше. Ну, если вы не хотите, естественно, сидеть на месте. Если вы хотите разные города смотреть. Вот, к примеру, я от Анталии... Сколько я здесь? Около недели. От Анталии я, во-первых, очень много что увидел. Во-вторых, я еду, куда хочу, когда хочу и как хочу. Я ни к чему вообще не привязан. Здесь у них флаги. Турки очень, конечно, такой народ патриотичный. Они любят украшать флаги. Везде фотографии президента. И вообще все, что у них здесь с этим связано. Вообще, на самом деле, Турция, Османская империя, это достаточно серьезная была организация. Вот этот Константинополь, это же был торговый порт такой, один из самых крупных в мире на тот момент. И получается, когда они завоевали этот Константинополь, султан получил титул Цезаря. То есть тот человек на тот момент, у кого был титул Цезаря, он, ну, номер один, можно сказать, был в мире вообще на планете. И по Европе они господствовали, и вот эти все Иран, Ирак, и вот это то, что сейчас, куда Америка любит нападать, это тоже им все они там располагались. И вплоть до Египта. Поэтому Османская империя, 600 лет они правили. Они были очень крутыми. Территория под их влиянием была, под влиянием Османской империи, превышала нынешнюю, сейчас современную Россию. Их сгубила коррупция, друзья мои. Оказывается, в древности коррупция, она вплоть до того, что была, как сказать, легализована, или я не знаю, в общем, был налог на взятки в Османской империи. Понимаете? То есть человек, который брал взятку, он должен был заплатить за это налог. Ну, вот как бы парадоксально это не звучало, но это факт. Был даже специальный комитет, который занимался именно вот подсчетом, кто сколько там взяток взял, кто сколько налогов заплатил. В общем, это контролировалось прям серьезно. И Османскую империю это сгубило. Еще их сгубило, что они не развивались. Здесь на наберочной, смотрите, истребители есть у них. Даши. Да. На постаменте катер и истребитель здесь есть. Ну, город большой. Ну да, набережная красивая. Даже ее многие сравнивают с набережными какими-то там в Майами или еще что-то. Чуть ли не номер один это набережная. Именно здесь в Мерсене. И по красоте, и по протяженности. В общем, обратите внимание. Я, честно говоря, даже не знал, что здесь так круто будет. Хилтон здесь есть. Отель прямо на набережной стоит. Постоянно она вот такая вот широкая, большая, как какой-то, наверное, даже больше парк. И здесь еще нужно отметить, что очень большой порт у них. Здесь грузоперевозки очень большие. Там вон военные корабли стоят, я смотрю. Ну, все у них серьезно здесь. И набережная очень большая. Вот там прямо Марина. И прямо за Мариной еще дальше туда тоже продолжение набережной. Пальмы. Видите, друзья, вот это вот постилочки. Постелили вот эти вот ребята. Они здесь продают чай. Продают там еще какие-то закусочки. И они постелили эти специально постилочки, чтобы тот человек, который у них там купит чай, я не знаю, за какие-то копеечки, мог посидеть на этом на мягком, полюбоваться морем, полюбоваться портом. Я это к чему говорю? К тому, что в Турции все вот так везде. То есть они издревле занимались торговлей. И здесь крупные торговые пути проходили через Босфор. И, в общем, у них прям все под это заточено, чтобы вот людям создать какие-то условия, чтобы они здесь отдыхали, чтобы они покупали, чтобы они здесь что-то торговали. И вот все, все вот так вот. Вот, поэтому сюда приезжать учиться, особенно в Стамбул, приедете, если в Стамбул, вы там обязательно научитесь и продавать, и это поживите. Вот, вот, посмотрите. Я думаю, лишним не будет пожить какое-то время и посмотреть, как они это все предлагают, продают, и вообще, как они это все располагают к себе. То есть, как они это все по чуть-чуть начинают. Если кто-то где-то что-то продает, подойдете, обязательно вам сразу, вот, попробуйте это, попробуйте то, это. То есть, такой трюк вам чуть дают и уже как бы сразу обязывают что-то купить. Друзья, я сейчас здесь, в Турции, столкнулся с очень интересной ситуацией, такой удивительной. Короче говоря, граждане Казахстана могут находиться на территории Турции без визы. Но сколько дней могут находиться, я сейчас пытаюсь выяснить. Я до этого читал, и, в общем, я зашел на наш сайт официальный, ЕГОВ, и там написано, что можно 90 дней находиться, и я, в общем, решил как-то эту идею просто оставить. Ну, и в какой-то момент сегодня мне пришла мысль, может быть, ну, там какая-то некорректно отображается информация, может быть, меньше, может быть, еще что-то. И я решил залезть на сайт Министерства иностранных дел Турции. А там вообще парадокс. То есть, там, этот сайт, он на турецком, и на английском, и на французском, там на арабском еще можно читать. Если я читаю на турецком, там написано 90 дней. Если я читаю на английском, там написано 30 дней. Один и тот же сайт, сайт, правительственный сайт, сайт Министерства иностранных дел Турции. И на одном и том же сайте информация вот так вот разнится. Теперь я звоню туда, в колл-центр. Они говорят, вы можете находиться 30 дней. Я говорю, окей, хорошо. Звоню в посольство Казахстана, в Анкару. Они говорят, вы можете находиться 90 дней. Я говорю, как, где узнать официально? Они говорят, вы же в посольство звоните, куда, как еще официально может быть. Звоню в посольство Казахстанское в Стамбуле. Они говорят, 90 дней. Потом еще начинаю где-то искать какие-то источники, агентства, которыми визами занимаются. Там тоже половина пишут 30 дней, половина пишут 90 дней. Короче говоря, сейчас я еду. Вот служба тут есть специальная, которая этими делами занимается. В общем, они мне должны точно пролить свет на это, на все. Она называется вот так вот, Гош и Дариси. С ними можно пообщаться на русском. Там короткий номер, 157. Если будете в Турции, с турецкого номера, запишите обязательно. Можно всегда позвонить с ними, пообщаться на русском, на английском. И, в общем, они все расскажут. Я у нее два раза переспрашивал. И она мне два раза сказала, что да, 90 дней я въезжаю. Я могу находиться 90 дней, выезжать не обязательно. Чтобы вы понимали, друзья, это достаточно серьезное вообще нарушение. Почему я так за это переживаю? Если люди здесь будут находиться, к примеру, это считается с перелетом. То есть, если вы летаете, это уже один день считается. И если вы возвращаетесь назад, это тоже один день считается. То есть, это получается не 90 дней, а уже там 88 дней, к примеру. И могут наложить штрафы, могут депортировать. Ему вообще могут вообще въезд в Турцию запретить, если нарушить вот этот визовый режим. Вообще, в любой стране, где бы вы ни находились, будьте с этим очень осторожны. Потому что, ну вот я столкнулся с тем, что в интернете в разных источниках по-разному это сообщается. Так много людей, я уже отвык от такого большого количества людей. В общем, друзья, вышел я только что с этой организацией, которая занимается вопросами эмиграции и вообще всеми этими делами. Он посмотрел мой паспорт, посмотрел там у себя в компьютере и сказал, ты можешь находиться здесь 90 дней за полугодия. Я, говорит, не знаю, почему они пишут 30 дней, возможно там какая-то ошибка или еще что-то типа этого. Плюс ко всему он сказал, что если типа ты хочешь быть здесь больше, можно сделать вид на жительство. Меня спрашивают о том, как вообще здесь обстановка в Турции. Типа какие-то демонстрации проходят, еще что-то. Но лично я ничего не заметил. Вот единственное, здесь в Мерсене большое скопление людей. Автобус с полицией стоит и люди просто вот так вот стоят. Но они, может быть, стоят, ждут еще очередь в банк, потому что возле банков, возле всех, непонятно почему очередь. И, в общем, никаких демонстраций, никаких ограничений. Маски вот, ну процентов 10, наверное, людей маски надевают, носят. А так, в принципе, все люди ходят без масок. В любой магазин можно спокойно зайти. А, кстати, друзья, я заметил, что меньше домашних животных стало. Вот в каких-то маленьких городочках их как-то больше любят. Мне кажется, все-таки здесь им не дают размножаться и, скорее всего, отлавливают. Их подкармливают. Наверное, они вечером выходят, но вот прям так, чтобы они гуляли, здесь нету. Повсюду какие-то разные заведения общепита. И на каждом шагу вот они сидят, это чай пьют, кебабы свои кушают. И, в общем, туристов очень мало. Вот такой вот курс сегодня в банке на 3% почти, что сегодня доллар вырос. Если вы меняете в банке, то тут спред вообще минимальный 13.76-13.93. Гораздо выгоднее менять валюту на турецкие лиры вот в таких вот банках, в таких местах. Потому что там и курс будет, он ближе будет к биржевому курсу. И спред будет маленький. То есть курс будет вам... Вы получите больше денег с турецких лир за свои доллары, либо евро. Я сейчас туда зашел спокойно. Они померили у меня температуру. В маске я зашел. Никакие коды, QR-коды. Ничего не надо было показывать. Очереди тоже не было. Я сразу подошел к девочке. Там не надо идти в кассу, никуда. Там менеджер у нее же тут же и сразу деньги. Она взяла у меня паспорт. Взяла мой турецкий номер. И, в общем, я подписал. Сказал, откуда я. Сказал, сколько хочу поменять. И все, она мне поменяла спокойно. Вот 1300 лир мне дали за 100 долларов. Я вот сейчас как раз гуляю по центральной части Мерсена. Вот с левой стороны у меня там марина располагается. Сейчас порт. Вот это набережная. И с правой стороны тоже город туда уходит чуть-чуть на холмы, на сопки. И, в общем, примерно вот так он выглядит. Есть старенькие домики. Там есть высокие здания, красивые. Кстати, здесь, в Турции, пешеходов вообще не пропускают. Поэтому будьте осторожны, если вы гуляете. Скорее всего, вас здесь не пропустят машины. И вот я, когда еду за рулем, я тоже обращаю внимание, что пешеходы боятся машины. Они ждут, пока все машины проедут. Они стоят на пешеходном переходе, ждут, пока проедут все машины. И потом проходят. Вот здесь, в центре, много всяких разных улиц и всяких разных магазинчиков. Я думаю, здесь вообще все, что угодно можно найти. Начиная от сладости и заканчивая какими-то электроникой. И вообще все, что угодно. Я сейчас иду, здесь где-то рядом должен быть отель. Я сейчас спрошу, если у них есть парковка. И, ну, если там более-менее нормально с интернетом, то я там остановлюсь. 300 турецких лир там всего лишь стоит отель. Прямо вот в центре Мерсена. Вау. Друзья, вообще неплохо. 300 турецких лир. По сегодняшнему курсу это 20 долларов с чем-то. Вообще прекрасно. Очаровательно, я бы даже сказал. 10 тысяч тенге. Естественно, в Алма-Ате, в Казахстане, ну, нереально. Я думаю, такой отель тысяч 30-50, наверное, будет стоить. Это в три раза больше. Друзья, здесь еще есть спа, wellness, фитнес, ресторан, митинг-рум даже есть. Это лобби. Здесь диванчики. Четыре звезды отель. Вот так он называется. Для центра города, для такого отеля, для такой комнаты, я думаю, это прям вообще прекрасно. А, еще здесь самое главное, что здесь парковка есть. Вот, видите, человек в кроссовочках, в найках. Идет по улице вот так, кричит. Я так понимаю, у него там чай или еще что-то типа этого. Вот он идет, это все продает. Вот она, Турция такая. Не знаю, кто здесь покупает вот эти апельсины, мандорины. Прямо здесь их очень много. Если они на деревьях вот так растут, какой смысл? Один килограмм две турецких лиры стоят. А это одна турецкая лира стоит. Две турецкие лиры вот такие мандарины стоят. Я не знаю, напишите в комментариях, сколько сейчас это в Казахстане, почем их продают, или в России. 50 тенге стоят килограмм мандаринов. Это какое-то невероятное вообще зрелище. И он там стоит еще такой довольный, их продает. Две турецкие лиры. Сколько ему надо продать килограмм, чтобы заработать там 20 лир? И 20 лиры это полтора доллара. Я ничего не хочу сказать, просто удивительно. 10 метров я прошел, и здесь эти мандарины растут, апельсины растут на дереве. Прямо вот на дороге. Вот проезжая часть, парковка, магазины, и тут же эти апельсины растут. Можно еще бананы купить. Килограмм 8 лир стоит. Такие, это вкусные бананы. Небольшие, такие маленькие. Лимоны 3 лиры, я так понимаю, килограмм. Вот мандарины, тоже 3 лиры. Хурма полдоллара стоит. Клубнику можно купить 25 лир килограмм, это будет 2 доллара килограмм. Яблоки 5 лир. Груши 10 лир, 5 лир. Гранаты 6 лир стоят. Это полдоллара килограмм. Мирова. Помидоры стоят вот 4 лиры. А здесь есть 3 лиры килограмм. Помидор. Невероятные какие-то цены. Картошка 3 лиры стоит. Лук. Ну, зелень примерно 3-4 лиры стоит. И здесь вот дальше. Перчики вот эти. Капуста брокколи. 3 лиры, 5 лир килограмм. Баклажаны. 5 лир. Я когда этот отель бронировал, я тоже его сначала через Агоду нашел. И зашел к ним на рецепшн, говорю, у вас есть комната? Они говорят, да, конечно, есть. И в общем, цена на 10% на рецепшн оказалась меньше, чем я бы бронировал бы его через Агоду. Поэтому не ленитесь прям сразу на рецепшн. И там можно карточкой платить. Либо наличными, как вам удобно будет. Прям в турецких лирах вы будете платить. Еще, друзья, если кто-то сталкивался, если кто-то находился здесь больше месяца, пожалуйста, напишите в комментариях или в директ мне, как у вас это вообще происходило. В 5 минутах ходьбы от отеля, в котором я буду сегодня ночевать. Вот такая вот прекрасная, красивая Марина. Посмотрите, чистенькие. Тут дорожки синенькие, такие голубенькие. Вот тут деревьев они насадили новых. Новая какая-то такая площадь развлекательная, рекреационная. И травка вот какая зеленая. Посмотрите, 20 долларов. И пожалуйста, жрите. Пожили здесь 10 дней? У вас будут завтраки, у вас будут спа, у вас будет уборка. Вам не надо будет насчет там заморачиваться, насчет коммунальных платежей. Не понравилось? Захотели в другое место. Поехали в другом месте. Примерно в любом отеле можно остановиться. Ну, я имею в виду, это будет приличный отель. 4-5 звезд. Он будет обязательно с завтраком. Он будет либо в центре города находиться, либо прямо на берегу океана. И, в общем, там все условия будут созданы. На сегодняшний день, если брать в учет, что мы здесь можем находиться 90 дней, что здесь такой мягкий климат классный, то, наверное, Турция страна номер один сейчас для путешествий, потому что вы можете здесь и памятники объездить, столько исторических всяких разных достопримечательностей, прикоснуться к древности. И пища здесь полезная, хорошая, воздух чистый. Что еще надо? Я думаю, больше ничего не надо. Все есть. Ну, и люди здесь классные. С учетом того, что они очень хорошо относятся к домашним животным, постоянно я иду по улице, и постоянно полные чашки с кормом, там, с колбасой, и кошки так нехотя его едят, собаки. Ну, собак здесь нету. Почему-то вот в этом городе нет собак. Я не знаю, почему. Сколько угодно. Во-первых, лавочек вот таких, они деревянные, прямо из массива, из такого крепкого сделаны дерева. И очень много шезлонгов. Это все government сделали, правительство это все сделало, этого местного города. И это все бесплатно. За это платить не надо. Вот пришли, и можете здесь находиться сколько угодно, бесплатно, приехать на велики. Вон там, кстати, тоже вот эта тропинка, она устилена полностью деревом, полностью это все обшито террасной доской. Также здесь есть вай-фай бесплатный. Можете подключиться к вай-фаю здесь, покататься. Вот голубенькие эти полоски дорожки, это специально для того, чтобы на велосипедах здесь кататься. Рыбаков много приходит, но вон туда на волнорезах они в основном рыбу ловят. В принципе, друзья, я вам так скажу, здесь можно и в крутых отелях, типа Хилтона, останавливаться там за 100 долларов, 100 долларов за ночь платить. Но лично я в этом вообще никакого смысла не вижу, потому что я, как правило, прихожу спать, и мне нужно душ принять и отредактировать видео для вас. И все, я на этом засыпаю. То есть, что там в отеле происходит, я такого, у меня там пойти в бар, в лобби, у меня такого вообще нету. Поэтому для меня это вообще не актуально. Кстати, Хилтон где-то должно быть видно отсюда. Либо я его уже проехал, либо он где-то здесь. Ну вот, Мерсен с юга, прямо по курсу. Там какое-то здание белое. Скорее всего, это административное здание. Вот этот парк, его недавно открыли. Это в дополнение к набережной. То есть, набережная там проходит, я не знаю, может километров 15-20 с запада на восток, либо с востока на запад. И по всей южной части. И вот еще они вот этот парк огромный открыли. Я не знаю, сколько здесь гектар. Может быть, 50 гектар или 30 гектар. Но он очень большой. Рыбаки поймали крабов. Они приличного такого размера, как моя ладошка. И дали просто кошкам, чтобы вот эти кошки портовые их кушали. Чистят сетку они, а этих крабов просто повыкидывали кошакам. И все. Это вкусные крабы. Я вам скажу. Их, если правильно приготовить, они прям классные такие. Здесь написано балыка. То есть, рыба плюс картошка плюс салат 40 лир всего лишь стоит. А можно рыбу заказать в этом, в хлебе вот так, и это 20 будет стоить. Вот они все здесь чистят свои сети. И, соответственно, крабов на пол, на бетон. Подниматься туда, там столики у них, и они тут же все готовят, и можно прямо на этой лодке кушать. Очень много. Заходи, говорит, покушай. Кручу-верчу, запутать хочу. Как цыгане. Каждый, каждый что-то скажет. Никто вообще не останется без движения. Каждый как-то будет зазывать. Здесь мидии, морепродукты, креветки, всякие разные. Ну, блюда, в общем, от 20 до 70 турецких лир. Ну что, друзья, я думаю, я буду заканчивать на этом. Я сейчас пойду в отель, буду монтировать это видео для вас. И, как всегда, увидимся в следующих роликах. Всем спасибо за просмотр. Пока!